Привет всем заглянувшим! Сегодня у нас с вами вторая часть новинощек от Масуры. Сейчас мы с вами вместе их вскроем и вместе щупанем. Мне очень интересно, кто там нас сегодня удивит, потому что я в первый обзор сначала... Ну, в общем, наш глаз прям сильно так упал, без чего прям казалось жизнь невыносимой. Но в этой пачечке, коробочке, я думаю, тоже кто-нибудь удивит. О, смотрите-ка, тут новые микрожопы. А ну-ка. Смотрите, они маленькие, я бы даже сказала, это какие-то сисечные жопы. Или это все-таки жопы каких-нибудь младенчиков. А вот нормальная жопа, такая хозяйская он попалась. И вот тоже хозяйская жопа, зелененькая. Так, цветов вроде новых не вижу. Да? Ну, вроде не всегда. Так. Так, сейчас я вас поставлю, поводите. Обожите. Так, фокис. Ой-ой, у меня жопы попрыгали по всей хате. Прелестно, прелестно. Сейчас опять кот стащит жопу, будет ее гонять. Пока мы будем тут с вами кашлять, сидеть. Такс. О, все. Е-е-е-е. А тут у нас ма-сюра. Там-та-рэм. Радости сколько? Радости, еленьки. Кто у нас это? Темный чедр. Чего вы гляньте-ка? Он, между прочим, темнее, чем на сайте. Он, ну, не горчится, конечно. С серебряным микро-микро-шиммером. А ну-ка, что вам видать? Видно, да, по-моему, шиммер? Да, видно. Интересно, кстати, выглядит. Но он темней. Прям точно вам говорю, темней. Он, я бы сказала, даже рыженький. На сайте он такой, как оранжевый, что ли. А этот, как рыженький. Чего, интересно. Так, давайте дальше. Все так заботливо, обмотано. Вот он, не дай бог, чтобы кто-то трахнулся по дороге. Ага, лакамоли. А это просто кремчик болотный. Ничего в нем не вижу. Да, он без ничего все-таки просто кремчик. Да, никаких галлюцинаций, все в порядке. Ну, такой болотный, не болотный. Мне кажется, он у вас чуть светлей. И вот этот, кстати, у вас чуть рыжей, что ли. Интересно. Так. Это у нас кто? За товарищ чилийская слюда. А ну, че у вас там по фокесу. Котинок, кстати, интересненький. Весьма. А ну, че золотой, да? Там, че медный какой-то. И его много. Мусору-то. Во-во. Сейчас у вас вот тут вот где-то внизу видно. В расфокусе. А в фокусе, по-моему, ни пса не видно. Да? А нет, тоже что-то видно. Ну, интересно, сейчас помажем. Кстати, гляньте, они втроем очень неплохо смотрятся. Так. Дальше у нас че? Ну, ой, какой милашка, нюдяшка. Персиковый крем. Креме де пыче. Кому-то там при пыче. Кстати, вы замечали сейчас это новая мода у этих кондитеров? Креме, хреме. Нет, написать просто с кремом там персиковым. Нет, персиковое креме. Придумывать всякой ереси. Какие-то гоноши, моноши. Вот попробуй выбери торт на нового. Напсы. Так, отвлеклись. Видать вам? Цвет классненький, вкусненький. С золотым мусором. Да-да. Мне просто кажется, что у вас он выглядит серебряным. Но он золотой. Кстати, выглядит действительно интересно. Такая не плоская нюдятина. Так. Дальше что? А, это северная голубка. Она единственная серенькая. Ее сразу можно узнать. Так, она тоже с золотым микромусором. Кстати, как и креме вот это. Ну, я ни голографии, ничего не вижу. Одинаковый этот золотой мусор. Что там, что тут. Не там, не тут. Они такие, да. Друг с другом их можно, как это, на мочалку называется. Ой, забыла на пса. Мерной почве. Так. Ванильный креме. Желтенький такой, банановый. И тоже с золотым мусором. Смотрите. Интересно, из них троих можно делать? Градиент мочалкой. Ну, они вот как из одной серии прямо. Такой розовенький. Серо-тауповый вот этот. Ну, такой чернично-серый. Ну, тауповый, короче. И вот этот банановый. Класс. Кстати, оттенки очень интересные, надо заметить. Я хоть не любитель нюдятины, но вот это такая интересная нюдятина. Так. Ну, хоть что-то в ней плавает-то и то спасибо. Уже жир. Так, велосипедный красный. Бам. Прямо сысыр какой-то. Сыр, сысыр. А, он, кстати, смотрите, тоже с этими золотым микромусором. Он тоже, в общем, этот родственник этих товарищей. А у этих не было микро... Что-то я пропустила. А, ну, у этого серебряный сто процентов. А у этого... У этого тоже золотой микромусор. А, ну, надо же. Вон оно что. Михалыч. Этот такой, как более вишневый, что ли. Этот как черешневый, чей наоборот. Но они оба вот с одинаковым наполнением. Чего там вам видать? То, интересно. Так. Дальше что? Это у нас кто? Красавица из Дижона. А, вот это вот самый, как сказать, спорный лак в плане того, что он как... Как же его? Медовый риск, что ли? Ну, просто клон. Интересно. Сравнить его теперь вживую. Есть возможность. Я вам сейчас все потыкаю в телик. Ну, по-моему, вот видно у вас голография, по-моему. Во, во, вот так. Есть, да? Нет? Нет, есть. Все, все, вижу. Спалила я ваш телик. Не. Все, я вижу. Я прозрел. Встань и иди сюда. Так. Так. Ой, какой славненький лаймовый тарт. Вот, кстати, и тарт еще тоже. Почему не сказать торт? Надо говорить тарт. Блин, какие-то демоны, ейбоу. Я бы так не возбухала, если бы не понасмотрелась именно сейчас, перед Новым Годом, тортов всяких. Ну, на заказ, в общем, который делают. Понакрутили себя, понаделали. На голову не натянешь. В общем, цвет класс. Мне прям нравится. Он у вас только что-то сильно неонного какой-то. А у него он такой к болотному все-таки отдает. Не пойму, что за мусор. По-моему, шиммерный. Да? Или серебряный? Нет, по-моему, все-таки шиммерный. Да, как пить дать. Очень вкусненько выглядит этот лак. Мне прям нравится. Хорошенький, однако. Надо заметить. Так. Кто у нас тут завершает? А, во-во-во, кофе с цикорием. Туда и хомать, девочки. Я же его чего не хапнула. Я думала, он коричневый. Ну, типа, кофе же, да? А потом, когда уже в каких-то сводчиках стал проскакивать, он, так скажем, от независимых юзателей. В нем же видно, что он же баклажановый-то туда. Да и хомать, как я могла не взять и этот баклажановый прекрасный цвет. Видать вам, что он с золотом? Он, кстати, с золотом и еще с красными, что ли. Да, он, видать вам? Чис-медными. Короче, он, походу, из вот этой серии. С вот этими велосипедами. Что там, со слюдой чилийской. Вот они все коллеги. Как-то там у нас еще коллега золотые эти. Вот они тоже золотые. Вот это все новое, походу, наполнение у масурки. Такая очень мелкая золотая хрена та. Так. Ну все. Сейчас я, значит, их расставлю по-приличному. С вами расставляйте ли? Посидите уж на паузе. Ладно. Давайте уж без паузы. Повозбухаем еще немножко насчет этих крыма. Дай бог им здоровечки. Так. О, что у меня у ромашки два ногтя, гляньте, вывернула. Все. Давайте я буду вам прям в телик мазать. Сейчас, подождите, я только эту ромашку как-нибудь выпрямлю. А, правда, что-то ее у меня так перекосохлестило, если можно так сказать. Так. Открываем. Это у нас кто, кстати, ванильный крым? Все. Тыкаю вам в телик. Да, Фокис? Ты есть в теликах у граждан? Ну кто так делает? Ну давай. Сейчас вроде есть, да? Так, прекрасно. Крутим. Ой, какой милый цвет. Прям такой ня-ня-ня. И он будет хорош как для какой-то подложки. Господи, как основа, основной цвет под какой-то дизайн. Да, в первый, да, этот самый слой подпалашивает. Ну, он пастельный, что вы от него хотели. Так, следующий товарищ. Ой, а этот товарищ, как звать его? Чуть я не глянула. Ой, тут какая-то шерстинка, гляньте, завернулась. Погодите, девчи. Давайте спасем ее. Оп. Она просто, в общем-то, завернулась. Чем бы ее потянуть-то за конец? Сейчас, погодите. Сухой, влажной салфеткой. Туда, твою мать. Ой. Что не хочет? А, я испачкала себе ноготь. Так, погодите-ка, мне нужен пинцикье. Все, девчи, все в порядке. Волосок удален. Удален. Это оба конца, короче, видать, во время производства их зажало, ну, этот, в держатель. Ничего такое бывает. Правда, очень редко. Так, это же я вам не сказала, кто это. Персиковый кроме, а это ванильный кроме. А почему мне, кстати, казалось, что он у дятина была одна всего, их две. Может, у меня галюны, так, северная улыбка. Стоп. Фокис. Давай. Где-то есть. Так, видно вам чего? Лезем. Ой, класс цвет. Я вообще очень люблю тауповые цвета, просто пипец. Но у вас он почему-то просто серый. У меня он все-таки немножко с таким черничным. Что-то такое есть. Ну, мы еще, конечно же, второй слой посмотрим. Так. Дальше идет у нас лаймовый тарт. Так, аккуратненько. Ой, цвет прелесть прям. Мне нравится. Очень классный цвет. Да с голографочками. И вполне, кстати, плотно лег, надо заметить. Но у вас он почему-то прям неоновым выглядит. Он не неоновый, девоньки. Он более приглушенный. Но я еще планирую попозже свет, типа, выключу, посмотреть, как будет выглядеть. Так, лакамоли. Упс. Тут, 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 тут. Ну, правильно, чтобы не разбрызвались в дороге. Так. Упс. Подполошный. Ну, не очень плотный, товарищ. Так. Дальше. Темный чеддер. Ммм. Вкусный цвет. Весьма, весьма вкусненький такой. Вот у вас сейчас он, по-моему, правильно прям передается. Ой, а что это я сюда насорила? Чем-то. Ничего. И не такое бывало. Так. Потом красавица с Дижону. Так, мы в фокесе. очень интересно прямо глянуть на медовую риску. Подожди. Прямо мне уже не иметься. Сейчас. Вот она, да? Аккуратно. Чьи-то не она. Нет, похоже. Ммм, надо же, она такая более горчичная. Интересно. Я думала, полный клон. Немножко светлее она, чем риска. Ничего, мы с вами, конечно, все посравняем. Еще второй слой нанесем, посмотрим, что она нам расскажет. Так. Чилийская слюда дальше. Фу, как интересно. Такс. О, свет какой девчий. Класснючий. Престя прелесть. Классный цвет. А ну, а что с мусоркой? Золотая мусорка, видать? Вам. Наверное, в два слоя будет лучше видно. Не, немножко вообще что-то видно. Да или нет? Не пойму. Очень мелкий просто мусор. Я сейчас своим клювом опрокину ваш телевизор. Так, велосипедный красный. Опс. Похоже, но он все-таки другой тональности. Этот как бы ягодный. А этот ну, правда, прямо вишня, черешня. А этот как какая-то ягода. Не знаю, какая. А я, да малина. А с тобой, Манилов. Манилов. Блин, да что я все время толкаю что-то туда? Вот такая жизнь с котом. Так, кофе с цикорием. Ой, вот этот лак заадошный просто. Заадка. Да, он кофейно-баклажановый какой-то. Блин, какой цвет крутой. Я не думала просто, что он именно вот такой вот интересный. Я думала, он кришвенный. А он прям такой сложно сочиненный, товарищ. Класс. Так, давайте срочно второй слой. Так, ванильный крем. Щупаем. Где фокус? Где фокус? Так, что вам там видать? Немножко, по-моему, подпалашивает. Да, ну а что вы хотели? Это пастелька. Так. Теперь персиковый краме. Да давай, что там такое? Ой, ну эти, конечно, пастельки прям вкусненькие. Демоны. Очень славненькие. Так, северно. Олубка. Очень тоже цвет интересный. Видать вам, кстати, этот самый блеск самоцвета. Ну, его, конечно, до этого плохо видно. Вот северной голубке его видно лучше всего, потому что оно как-то на контрасте играет. А в пастельках плохо видно, но вот он есть. Мне интересно знать, видно ли вам его или нет. Так, лаймовый тарт. Тарталеткин. Не, ну фокис, где фокис? Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Обожите, обожите, товарищи. Во. О, ой, цвет такой приятный. Мне понравился прям. Голографикал. О, мне, кстати, кажется, вам видно голографикал, да? У него мусора, кстати, больше насыпано, чем вот в этих товарищах. Или нет? А, нет, наверное, все-таки за то, что голография ее лучше видно. Потому что тут все-таки просто мусорки. А тут такие акцентные мусорки. Гокамоли. Такие прямо все осенние цвета. Прибитые. Как там они, называется, приглушенные. Так, так, так. Фокис. Теперь у нас чеддер. О, видать, да? Вроде мусор вам. Аккуратно. Во, вот так видно. А ну-ка, Маша, в этих как-то будет видно. Все-таки. Это у меня беспокойство. Почему его не видно? Не, немножко вот тут вот где-то видно. С краю. В розовом, кстати, вообще почти не видно. Даже мне. Интересно. Так, а с кого я сбилась, красавица, с дежону. Давай я откручусь. Так. Маловато хапанула. Хапануя. Вкусненький цвет. А ну, сейчас. Есть у вас этот самый холографикал? Проскакивает, да? Так вот, типа, много серебряного мусора. Так, вроде как, из холографии уже что-то есть. Прекрасно. Так, теперь чилийское слюдо. Оно есть в фокусе, нет? Очень классный оттенок. Прямо так выглядит. Как это сказать? До робота. Но у вас он почему-то ярче. У меня не такой он яркий. Так, и велосипедный красный. Тут я его потыкала. Сейчас замажу. Прелесть. Тоже цвет классный. И в нем, кстати, золотой мусор как-то агрессивнее скачет, чем вот в слюде. Его видно, да. Но, не пойму, он чимельче в ней, чешу, но непонятно. А ну-ка, фокус. Вот видите, видите, что-то сейчас вот проскакивает. Во-во. Видать все-таки, ну отлично. А в этом все-таки поагрессивней. Кстати, а вот тут, если вот так, сейчас мы поводим, че-нибудь увидим. Так, так, так. Увидимся. Хрен дяде пойти. Которому мы уже здоровья нас наживали. Будь здоров. Не кашли опять-таки. Хе-хе-хе. Ничего, видно мелкие штучки или нет? Ой. Так. И кофе с цикорием. Закругляет наш сегодняшний альмонах. Так. Класс. Есть, конечно, некоторые цвета прямо открытия, девоньки. Например, как этот кофе с цикорием. Он не просто коричневый, он именно сложный. Сложный, интересный цвет. С мусоркой. Все-таки, конечно, да, немножко вот иначе выглядит, чем на сайте. Так бы я его вот сразу б хапанула. А так вот, видите, мы его сейчас только пощупали. Спасибо, Масури. Ну, прелесть, прелесть. А ну-ка, я просто хочу, чтобы вы увидели, как выглядят эти мусоринки. Ну, они вот такие же, да, как в соседе, как его там, в велосипедном. Фокис, расфокис. Так. Теперь, что я хотела вам показать? А, теперь давайте я попробую свет выключить. Сменится что-нибудь? Или нет? Опс! Сейчас еще и лампу тут трахну. Так, подождите, девчи. Фокис. Мне просто интересно еще глянуть, чтобы вам цвета передались именно, как они вот есть. Так, давай-ка поближе фокис. Вот, мне кажется, сейчас прям лучше видно вам, что в этом вот блестяшечке, что в розовом, да, стало что-то, по-моему, проскакивать. Потом северная голубка. Она у нас идет с серебряным же, да? Ничего не путаю. Чисто с золотым. Господи, я забыла. Выглядит как с золотым. Вот так, по-моему, сейчас без света все-таки ближе к настоящему. Там оно как-то неоново выглядел. Вон, без фокиса, смотрите, красавчик какой. С галографией. Так, Гуакамоли. Потом Чеддер. Тоже красавчик. Потом Дижонская эта красотка. Видно. Холо. Так. Ну и потом Чилийская слюда. Велисипедный. Лисопедный. Красный. И цикорий. Цикорий интересный. Вот открытие прям цикорий. Потом вот эти два, ну немножко все-таки они у вас, по-моему, иначе как-то передаются. И вот этот мне прям приколол тарт. Немножко иначе его себе представляла. А, ну и, кстати, Голубка тоже. Да и вот эти два нюдика прикольные. Но они не плоские, но они не плоские именно интересные нюдики. Ой, да вообще мне, как всегда, понравилось все. Шо уж тут скажешь. Так, а ну давайте с медовой и рыской. Да, она какая-то более светлая. Все-таки из Дижона потемней. Более загорелая, так скажем. А по соседству это у нас чифлафи-свитер. Чи какая-то там тыква что-то. Пампкинг кария, что ли. Ну если я ничего не путаю. Я сейчас, конечно, могу пересмотреть, перепроверить. Ну вот они как раз что-то так похожи оба. Шо там два соседа, шо тут два соседа. Так, дальше кто у нас там? Так, фокис. На этой же ромашке вроде никого нету. А вот это, кстати, серый. Это же это иллюзия луны, но она с голубкой разная все-таки. Вот видите, у иллюзии. Холографикал. Так, а, давайте я, наверное, свет включу. Уже можно. Ничего тут не тяпнуть. Сейчас, сейчас, погодите, погодите. Вот так. Так, фокис. Давайте. Так, шо у нас дальше есть похожего. Мне вот интересно по нюдятине посмотреть. И... Нет, тут все-таки персик, а тут розовый. Нет, персиковый нюдятины что-то я пока не вижу. А вот какой-то рыженький. Это, по-моему, жар птицы. Так, фокис. Ну давай. Да что ж такое-то. Во. Ага, ну да. Жар птицы, по-моему, вот это. Но все-таки иная. В ней очень-очень много красного. И она этого мусора... Она выглядит как перламутровая больше. Так, фокис. Ну, шо началась у тебя, ты лень? Вот сейчас есть, да, фокис? Так. Дальше что у нас? Тут... Нет, тут у нас магнитики. Тут у нас... Это этот... Апартаменты кардинала, что ли? Ну, тоже нет. Он, во-первых, много голографии в нем. Да и оттенок. Фиг знает. Конечно, похожи такие оттенки друг с другом. Но он все-таки иной. А вот эти товарищи вообще... У вас, по-моему, как-то сочней выглядят. Они в реале не такие. Хотя, может, это у меня просто я... В теле к вам смотрю. Тут сбоку в припеку. У меня еще лампа в глаз светит. Так что, может быть, все и в порядке. Выйдет. Так. Дальше у нас что? Это, по-моему, Винтер из Лавды. Ну, нет. Тут тоже куча голографии. Это не то. Да и оттенок не тот. Это вот у нас первая часть этой коллекции. Нет. Точно нет. Киперы, вон, разве что. Это эти киперы. Овердоз. И что-то там еще апокалипсис, что ли. Вот эти три, которые друг с другом похожи. На полтона буквально. Этот припыленный, этот. А этот полуотпыленный от этого. Короче, самый сочный. Это вот этот. Блин, забыла, короче. Бойлер, что ли. Я их три вот как путаю, так я их и путаю. Ну, вроде бы все. Да, единственное просто, что максимально друг на друга схоже, это вот медовая риска с красоткой из Дижона. Все. И то они даже не совсем клоны. Но если вы не заморачиваетесь, то они клоны, да. Даже по наполнению. Интересно, девки пляшут. И вот этот товарищ так подвернулся забавно. Блин, надо уточнить все-таки, да, кто это. Сейчас, погодите. Все, девча, уточнила. Это сладкий цукат. И он как бы более рыженький. Более такой рыжеватый. А чеддер оранжеватый. Вот так. Ну, и по соседству медовая риска с нашей красавицей из Дижона. В общем, эти четыре лака взаимозаменяемы. Особенно, если вы, конечно, не заморачиваетесь всякими этими оттеночными хренотеночными. В общем, да. И у вас есть вот эти, то все уже можете не брать. Не, ну, правда, прям похоже. Ну, разве что в этом, конечно, голография. А в этом золотые мусоринки. Вон, видать вам. Ну, тут такая голография, что ее почти не видно. Деликатненькая, как говорится. Вот. Вот такие дела. А ну, сдалека. Ну, и этот такой прямо горчичный. Этот все-таки подразбеленный. Этот выглядит как-то вкусней вообще. Да, надо заметить, что он все-таки вкусней смотрится. Ну, что ж, девочки, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего дня, отличного настроения. И пока-пока.